На театральных подмостках небольшого совсем скоро состоится премьера мюзикла «Сто фантазий». Юные актеры – настоящие профессионалы, которые четко следуют инструкциям строгого режиссера. Выносливости детей из Луганска можно позавидовать. Готовясь к спектаклю, участники коллектива «Росток» работают по 8 часов ежедневно. Я думаю, что мы успеем все сделать, хотя вот сроки очень сжатые. Всего за 20 дней мы выпускаем эту премьеру. И с профессиональными актерами мы работаем два месяца, иногда больше даже. А здесь вот в таком интенсивном режиме с ними работают и педагоги по вокалу, и педагоги по хореографии. И речи с ними мы успеваем заниматься, даем им мастер-классы. И репетируем, репетируем, репетируем. Проект «Сто фантазий для детей Донбасса» реализуется фондом поддержки театрального искусства «Премьера» и Ульяновским театром юного зрителя с использованием президентского гранта Фонда культурных инициатив. Для участников и педагогов подготовлена насыщенная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по городу и музеям. Кроме того, ребята посетят спектакли регионального тюза и поддержат своих ульяновских коллег по цеху. В Ульяновске мы практически все впервые. Город очень красивый. Нас здесь очень тепло встретили, поэтому детям здесь очень нравится. К спектаклю создали декорации, реквизит, фонограммы, шили сценические костюмы, а также изготовили полиграфическую и сувенирную продукцию. Спектакль поставлен по мотивам детских произведений советских писателей и композиторов. Примерные показы мюзикла состоятся со 2 по 4 мая. Ну а в дальнейшем Росток представит спектакль «Сто фантазий» на суд лутугинского зрителя. То есть мы передадим реквизит, декорации, костюмы, постановочный план, фонограммы с тем, чтобы впоследствии коллектив Росток мог выступать с этим спектаклем, показывать этот спектакль лутугина и радовать всех своих знакомых и всех жителей Луганской народной республики. Большим вкладом в развитие таланта юных актеров стали уроки театрального мастерства заслуженного арсиста России Эдуарда Терехова. Участница коллектива Екатерина Марховская, несмотря на тяжелый репетиционный график, с удовольствием посещает занятия и с легкостью вживается в новые роли. Когда мы начинаем разыгрывать новый номер, мы не знаем, что там будет. И очень смешно, когда начинают дети пробовать, и я в том числе. И у нас получается так чудно. Проект «Сто фантазий» для детей Донбасса в первую очередь направлен на сохранение и укрепление культурного наследия и духовно-нравственных ценностей. Участники погрузятся в мир российской культуры и театра, поработают на профессиональной сценической площадке и, безусловно, повысят свой уровень актерского мастерства. А новый спектакль совсем скоро будет радовать юных зрителей Донбасса и познакомит их с детской классикой советской литературы. Мадина Исмаилова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.